Здравствуйте, друзья мои. Итак, друзья, мы в прямом эфире. Нам тут оператор показывает пальцем непонятно что. Мы уже в кадре и встретили замечательную девушку. А как вас зовут? Василина. Василина, ну прикиньте, какое красивое имя. Вас же сначала, когда парень встречает, он такой, ну как, Василиса? Вас это не раздражает? Он же путает наверняка, да? Да, раздражает. А вы говорите, нет, Василина. Какая Инна. Василина. Хорошо, скажите, Василина, как вас дразнили в школе? Вася. Вася, это вас раздражает? Да. А когда мама молодой человек говорит, Вась, поставь чай. Все, смерть. Все, чай не клетит в голову. Василина, мы вас не зря встретили, потому что мы бы хотели вам, во-первых, сказать о том, что у нас масса призов для тех, кто останавливается. Расскажи, о чем приз. Да, и у нас призы сегодня для самых умных. Они предоставлены на научном антикафе информационного центра по атомной энергии. Бесплатные лекции, мастер-классы, настольные игры, голуболомки, чай, кофе, все бесплатно. Подробности на сайте klbd.meatom.ru или по телефону 95 00 16. Есть у вас знакомые, которых можно в антикафе такое пригласить научное? Да, конечно. Тогда вам пригодятся призы, которые там есть вообще на лето. Смотрите, что мы решили вспомнить сегодня с Александром. Я, кстати, Дарья. Александр. И Василина. И прямой эфир шоу «Утро на колесах», если вы вдруг нечасто пробегаете мимо, но вы видите у нас на студии. Смотрите, мы решили с Александром вчера вечером, когда готовились к сегодняшнему эфиру, хоть немножечко обсудить, чего хотелось бы. Решили повспоминать загадки детские. К примеру. И не совсем детские. Вот смотрите, давайте начнем. Вам нужно угадать, о ком речь. Сер да не волк, длинновых да не заяц, с копытами да не лошадь. Кто? Ну кто? Серый, веслоухий и с копытами. Я знаю, я знаю. Решилик? Да, конечно. Как заливисто он ржет, весело и звонко улыбается народ, видя Виноградова. А вы думаете, кого? Как заливисто он ржет? Шеребенка? Да! Ну ребенка, друзья. Сама пестрая, ест зеленая, дает белая. Тут вообще просто. Сама пестрая, ест зеленая? Дает белая. Василина, кто это? Ля? Гу? Ну смотрите. Пестрая? В кругах, так сказать, в разводах. В разводах кто может быть? Пятнышку. Большая такая, ест зеленая, зелень ест. Да, дает белая. Вообще лошадка, потому что на что? Казахская загадка. Давай дальше Что нужно делать, когда увидишь зеленого человечка? Перекреститься, Дарья Ой, Василина Мне подсказываешь Смотрите, что нужно делать, когда увидишь зеленого человечка? Трезветь Нет, что? Лечиться Тоже вариант На самом деле, ребят, переходить улицу, я вам так скажу Еще пару Кто по ней проехать смог, спину стер себе и бок Да чего ж, коряво горка, догадались? Это горка И давайте последнее Из какой посуды нельзя ничего поесть? Такая загадочка на логику Детишки в 5-6 лет ее угадывают А я в 30 в этом году вчера сидела и думала Да я вам тоже затрудняюсь ответить Ребят, все просто, из пустой А вот так? Это как-то самая известная загадка, знаете? Что нельзя съесть на завтрак, и люди, что нельзя съесть на завтрак Ничего Обед и ужин, они говорят То есть есть просто люди, у которых логика Вы знаете, вот я родился 7-месячным, мне простительно Василина, вы большая молодец Мы за это вам дарим, во-первых, летние подарки Это те самые Пишки, когда нет интернета на побережье Это ракетки Это когда вам интересно с друзьями Давайте приветы как раз им передавать Кто ваши друзья? Мои друзья Василий Гиссарион Нет, Екатерина, моя подруга Так Диана, моя подруга И Юля Хочу передать им привет Пожелать хорошего настроения И чтобы не болели Так, а давайте передадим привет Какому-нибудь красивому мальчику из вашей школы Нет Нет Тебе, Геннадий, мы не будем ничего говорить А еще, если вы встретите Василину Ни за что не называйте ее Василина Вам конец, ребята Да, именно так Круто мы сказали Мы попросим тебя о крайней вещи Давай У нас есть Юлия Месяткина Она ведет у нас прогноз погоды Можешь ты сейчас, как телеведущая, сказать Слово передаем Юлии Месяткиной Давай, на камеру Слово передаем Юлии Месяткиной Погнали снова По-моему, у нас подрастающее поколение конкурентов растет Ребята, простите внимание Итак, друзья Последняя погода на сегодня У нас здесь немного поналетели тучки Надеюсь, они скоро развеются Ших-ших Уходите Улетайте Потому что должно быть сегодня солнечно До плюс 8 градусов В Гданске плюс 6 Тоже солнечно А вот в Вильнюсе дожди И плюс 7 градусов И пока не горюют о дождях Друзья, напомню, что в мире есть места Где ни разу не был зафиксирован дождь Это в Чили, в пустыне Атакама Так что не надо расстраиваться Нужно радоваться дождю Ну а я на сегодня с вами прощаюсь Берегите себя Потому что у нас ожидается ветер До 14 метров в секунду Напоминаю, что спонсор прогноза погоды Это сеть аптек для бережливых Новая аптека открылась По адресу Гагарина 99 У меня сегодня все Пока-пока Я передаю слово своим коллегам Спасибо, спасибо тебе Александр Пушной пел такой песни Надо радоваться Не надо напрягаться Надо радоваться Очень забавный текст Если вы не знаете эту песню Послушайте, прям реально Ты сначала сидишь И такой сначала Что он несет А потом? Аааа Радоваться Дорогие друзья Подошла к завершению Наша утренняя передача С Дарьей Самеевой Утро на колесах Еще раз хотелось бы Поблагодарить Всех тех Кто не дозвонился Да Вот такие вот вы Хрюши Нужно позвонить нам Но в любом случае Дамы и господа Подарков на завтра Станет в два раза больше Потому что Завтра будут еще блокноты Значит целых четыре Мы можем подарить Благодарим конечно же Нашего партнера Это Жилой комплекс Интерная долина Да и личность И поняна Нарайра Размиковича Я хочу сказать Что нужно обязательно Просыпаться вместе с нами С понедельника по четверг С 7 до 9 утра Мы независимо от погодных условий Настроений Отсутствия или присутствия кофе В нашей жизни Готовы беседовать с вами Всегда Поэтому ребята Приходите на площадь С понедельника по четверг Забирайте призы и подарки Передавайте приветы И вообще наслаждайтесь Сегодняшним днем Весна С вами были Александр Виноградов Дарья Санеева Увидимся завтра 7 утра Пока-пока